Здравствуйте, дорогие телезрители и мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Стою в зоне огорода, погода отвратительная, идет все время снег, все мокро, грязно, но я сегодня не об этом. Вы видите, что вот на огороде появились вот такие укрытые белым укровным грядки, достаточно узкие. Почему укрыто сейчас скажу и что там растет тоже скажу. Вот вы же всегда говорите, покажите, показываю. Значит, ягода посажена теперь по одному ряду, в один ряд. Почему? Да потому что очень трудно ее обрабатывать, когда посажена вот такой ширины грядка. Срастается все настолько сильно, а если вы себе позволили один ряд, один сорт, второй ряд, второй и третий ряд, Вы никогда не разъедините усы, вы никогда розетки не отделите сорт от сорта, потому что уже к концу июля там черт ногу сломит. Поэтому каждый сорт посажен отдельно. Каждый сорт имеет один ряд, и это очень легко в обработке. Почему? А потому что как только усы выбросила ягоды, а это один из видов ее плодоношения, сразу понятно, что вот здесь купчиха, вот там первоклассница, вот там еще там какая-то, да, и она дальше дорожек свои усы и свои розетки не выбросит. Все дорожки у меня засыпаны опилками и сейчас, и будут засыпаны весной. А на опилках любая розетка, укореняясь, очень легко оттуда вынимается. Если вам нужна новая рассада ягоды, а если не нужна, значит около ягоды постригли все усы, подняли их и выкинули, если не надо. А если надо, обработайте, приведите в порядок и рассаживайте. Но все-таки рекомендую вот так. Почему укрыто все? Растет на черном материале. Все ряды так сделаны, потому что в прошлом году, то есть в этом сезоне весной, ягода пропала почти вся, за исключением вот этого ряда купчихи. Теперь вся ягода посажена правильно и она укрыта на зиму, потому что я очень переживаю, выживет ли она. А если снега не будет, а такой прогноз есть, а потом написано, что снега будет много, а вот когда не будет снега и будет мороз, тогда плодовых почек, из которых вырастут потом цветоносы, будет очень и очень мало еще с осени. А весной, все снова повторится, не всегда есть возможность поехать весной еще до схода снега и по сугробу укрыть эту ягоду. Это, знаете ли, большой подвиг, я бы сказала, потому что в прошлом году я лезла вот так в снегу и кое-как по-пластунски добралась до огорода, это было в марте месяце, снега было больше, чем хотелось бы, поэтому все укрываем. Вот здесь все укрыто в два слоя 42-м, то есть 42 грамма на квадратный метр, я уже буду говорить, как мы привыкли. Вот там в два слоя 30-кой есть ряды, укрытые 60-кой в два слоя. Особо дорогая мне ягода, это альвион, портола и сан-андреас. Я очень боюсь за эти сорта, потому что они хоть и ремонтантные, вроде как она вообще не боится холода, но все-таки в прошлом году ее померзло невероятное количество. Обратите внимание на эту грядку, здесь растет лук. Почему прикрыто? А вот только ради вашего удовольствия. Между прочим, вот там в уголке у меня лук прекрасный зеленый. Сколько было заморозков ночью? До минус 6 было уже, а лук стоит зеленый. Я это к чему? Да к тому, что вы, высадив лук достаточно рано, по сухой земле, когда не было грязи по колено, все переживаете. Господи, у меня проклюнулся чесночок. И что? Это хладостойкие культуры, они не боятся мороза. Но если у вас страдания по этому поводу, обрежьте пионы, любые другие цветы, и закройте сверху вот так. Это что, сложно? Это каждый год делается одно и то же. Я прикрыла только для того, чтобы вам показать, что так тоже можно сделать. А теперь смотрите, какой лук. Середина октября. И боится ли он холода? Зеленый, не мороженый. Господи, вырываем. Ему уже нечего делать в такой холодине, и мы из него сделаем что? Правильно, пирожки с луком, с яйцом. Вот смотрите, видите? Ну просто прелесть. Я его весь вырву, заметьте. Как хорошо все на опилках растет. Прям замечательно. Я хочу вырваться луковичкой. А вы говорите, замерзнет. Да ничего тут замерзнуть не может. Ой, какая прелесть. Боже мой. Вы знаете, что меня поражает вот в вашем отношении к огороду? Вы то носитесь с этой помидоркой, как будто это ляля маленькая. То просто напривалено все. Объясните мне, почему так? Ну, чего носиться с луком, когда эта культура настолько, ну, простая, правда. Холода вообще не боится. Нет, вы начинаете прям мне мозг выносить, что вот у меня луковка вылезла, зеленая перышка. Да и бог с ней. Видите, все в порядке. Ну, надеюсь, что я вас успокоила. Укрывайте укрывным, не бойтесь вы ничего. Укрывайте ботвой. Ну, все на этом. Да? Про зелененькие перышки. Всего доброго вам и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok